Мы идем вдоль железной дороги Новгород-Чудово. Мы в Мясном Бару. Сейчас попытаемся найти дорогу 2-й ударной армии. Повернем по ней налево и пойдем в лес. Пойдем к реке Полис, к месту атаки при прорыве 2-й ударной армии 24 июня 42-го года. Такие вот дела, ребята. 20 апреля 1989 года 4 гаврика из Архангельской, Санкт-Петербургской, посещались в окно стационного субъекта. Теть Валя попросили, теть Валя, пусти нас переночевать. Та запричитала, да некуда уже много у нас. Действительно, там народу оказалось много. Поэтому мы разместились в бане у тети Валя. Хорошо провели там ночь. Выпив немного водки. КОНЕЦ На утро нас Валер Карлов повел по этой железке, довел до этого поворота и быстро вернули в лес по этой совершенно потерявшейся дороге. Мы преодолели загруженную бобрами часть дороги и вышли на ее свободный участок. Сережа, сам того не ведая, дал еще один экзамен по краеведению и географии. Он спросил, а где деревня Перемец-Курлян? Так вот, Серега, это и есть деревня Перемец-Курлян. Дорога упирается в высокоскоростную магистраль. Сейчас мы подойдем к ее ведуку. Почувствуйте разницу между старой, избитой вездеходами дорогой 2-й ударной армии. И вот этой, закатанной в бетон, дорожкой от вилкам от ВСМ. Мы идем по строящемуся участку высокоскоростной магистрали. Работа кипит, тело движется и наша колонна направляется к цели. Мы вышли ко 2-й лэп. Наш путь лежит дальше, на запад. Размолоченная гусеницами ГТТ, дорога, один из путей выхода из окружения 2-й ударной армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А вот и первые немые свидетели, разыгравшиеся здесь такими словами. Наши называли это место и вообще эту территорию Дориной Смерти. У немцев названий было два. Первое. Эрика Штрассе. Проченька Эрика. Южная дорога, я не помню как ее называли, тоже имя было. Имя собственное. А второе название, ну не литературное слово жопа, а литературное слово слово задница. Вот везде фигурирует во всех источниках, ну там где доходили до этих определений, везде фигурирует задница мира. Так вот, братцы, мы сейчас с вами перекусаем в заднице мира. Да, действительно было, вот судя по табличке уже взросшее видео, действительно было страшное место. Один на одном лежали здесь, без преувеличения. Будущий замначальника Главного разведственного управления Советских вооруженных сил, генерал-полковник будущего Александр Михайлович Розов, В то время бывший начальником разведотдела штаба 2-й ударной армии, полковником, тоже выходил здесь из окружения, написал три доклада о том, как армия выходила из окружения. Из них приняли наверх только один, самый причесанный, самый, ой, ну если можно назвать доклад, описывающий трагедию, безобидный. Ну, вот и все. А кто принял наверх? Принял товарищ Мересков, товарищ Тельмов, начальник штаба 2-й, товарищ Запорожье, 1-й НСЭТ. Соответственно, он и остался, этот доклад, для истории, так сказать, в аналог. Его и цитируют. А два других доклада, я их нашел в архиве, там более подробно, более страшно, более трагедично все это написано. Они, как бы, утонули в киши в архивных фондах. Надеюсь, нам сейчас дорога позволит проходить это место. До реки Порис и до точки нашего путешествия всего полтора километра. Для многих тысяч людей эти полтора километра стоили непреодолимы. Видите аллею елок? Это так называемые местоборские посадки. После войны елочки сажали на костях. И здесь несколько рядов. Видимо, здесь были большие потери, раз их не посадили. Эти же посадки продолжаются и далее. Жопа мира. Народ теперь уже неспешно подтягивается. Обратите внимание, так называемые местоборские посадки елок. Это означает, что здесь было набито много народу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Можно оттуда берет сначала. Там наши, здесь немцы, 24 июня 1942 года был назначен выход, прорыв всей армии, который должен был начаться в 23.30, 24 июня. На тот берег натолкалась куча народа, огромное количество. Речь идет о паре десятков тысяч человек. Готовы броситься по сигналу в атаку. Сосредоточение началось примерно в 21 час. Понятно, что там на том берегу кто-то уже был. Непосредственно те, кто все побросал, все в котомки и в седора натолкал все, что надо. Боеприпасы, вооружение, остатки жертвы, у кого они были, остатки одежи, какой-то амуниции. Вот они здесь примерно к 21 часу начали стягиваться, потихоньку, чтобы ганцы не заметили. И примерно к пол-одиннадцатому все уже были готовы, ждали только сигнала ракеты. Что произошло потом, скрыто во всех, как говорят, аналоговых историях, во всех официальных источниках, которые вы когда-нибудь, может быть, вдруг увидите. В 22.40 два наших гвардейских минометных полка 28 и 30 ГВ минометные полки гвардейские нанесли сосредоточенный удар РСами по этому месту и по сосредоточившейся прорыву нашим бойцам. Сделали каждый по три полковых залпа. Закончили в 22.50, 22.52. Задача у них была простая, типа бомбануть по этому берегу полисти, а потом окаймить предполагаемые стенки с севера и сюга коридора будущего прорыва. А попали по нашим в мясо, разнеся несколько сот человек. Естественно, внеся дезорганизацию и панику. Никто не стал ждать 23.30, а все, кто остался живой после этого, оглушенный или неоглушенный, контуженный или неконтуженный. Те ораллы ломанулись без всяких ракет, ломанулись на этот берег. Его занимал 540-й, немецкий 540-й отдельный штрафной батальон. Здесь находили, это не преувеличение, а воспоминания человека Чарлова, его брата. Возвращение о том, что находить не остается только довериться этому. Потому что нет фотографий, нет, скажем, каких-то документальных свечей. Находили прикованных пулеметчиков, пулеметчиков. Ну, как вы понимаете, здесь построить взлет очень сложно, но что-то они понастроили, какие-то плиндеры, что-то успели какие-то бревна натаскать. Здесь ничего не было. Вот картина «Долина смерти» напоминала вот то, что вы видите. Саша, переведи карту. Вот такие обрубки примерно в половину ниже. Вот это сами деревья обвалили, ну, от возраста, понятно. На мокроте растут березы, понятно, что они обваливаются. А во время войны вот это все представляло вот эту картину. Ну, плюс остатки техники. Хвосты самолетов, жерла танков, орудий, повозки, вагоны, рельсы. Огромное количество трупов, лошадей, людей. Черт не что, и сбоку бани. Вы представляете, да, если в котле сидит 60 с половиной тысяч человек, сколько от них может остаться имущество? И вот когда эта толпа ломанулась сюда, мясом они прорвали, смяли этот 540-й штрафной батальон, раздвинули стенки коридора, ушли примерно в сторону Теремца-Курлянского, кто остался живой, даже не туда. А там произошло следующее. Всего, считается, вышло в ночь с 24 по 25 июня, считается официально 9 611 человек. Да. На самом деле их больше. Почему? Опять же скромно, я вот и так назову специально в камеру, скромно умалчивают о том, что первый прорыв произошел 19 июня. Танки 29-й танковые бригады прорвались сюда, на этот берег, обеспечили небольшой коридор. В этот коридор хлынули люди, которые там были. Немцы, которые были первые факты, ЛюДС были. Хлынули туда люди и вышло в общей сложности около 19 тысяч человек до 22 июня. Немцы, когда увидели, что поток идущих, ползущих, исяк, не всех же оттуда отпускали. Не все подверглись, так сказать, свободному хождению. Не все могли позволить себе просто сдриснуть оттуда. Почему говорю сдриснуть? Да не у всех командиры остались. Многие остались без управления. Соответственно, они не подчинены никому. Неуправляемые толпы иногда были. Соответственно, они ушли туда. Когда поток исяк, немцы поняли, а что, блин, место пустое. Давай-ка мы обратно заведем. Вот они завели сюда. Пришел 40-й, 40-й батальон. И часть готова из полкова 215-й пехотной дивизии своей с севера. А с юга 58-я пехотная тоже подтянулась и тоже закрыли. Соответственно, когда пошли туда люди, из тех, кто вышел с 19-го по 22-е, обеселившие аглотарши, покрытили, кого перевязали, кого посетили. Из тех, кто вышел с 24-й, на 25-го, начали в Деремце формировать отряды. Это был неплохой командир, но жестокий пьянец. Поэтому его то на одну дивизию поставят, то на другую бригаду поставят. Он руководил командовым, но напортачит тут, напортачит здесь. И он оказался свободен в распоряжении отдела кадров человек, имеющий опыт боевого управления и не имеющий должности. Ну, соответственно, отдел кадров Волковского фронта предложил его, Мерецков, принял решение назначить его командир выходящего изображения доходяк, которых он как и скомплектовал и обратно сюда в кольцо. Почему? Так, ганцы опять же замкнули, как сказано выше. Те, кто поумнее, они следовали. Наши, когда нанесли удар, когда в мясо превратили людей, когда в долбало морковь, генцы же тоже открыли огонь, те же позвонили, там, поразили, по телефону, русские пошли. Только разрыв волны, взрывов происходил, бегом машет, примерно, сколько на перезарядку орудия надо. Бегут, примерно, прикидывают, помните, как двигают D-34, считая поворачиваясь. Вот так они бежали, бежали, бух, ложись. Вот так выходил Рогов. Я почему говорю, не с пустого места. Рогов так описал, будущий зам, первый замначальник эгру Советской Вооруженной Силы, он именно так описал 20 его подчиненных за разведодельку. Вот их находили, не только он, значит, тоже вторую должна вместе с ним выходить. Вот, и вот они, когда вышли, там из них спорили, боеспособность их была, конечно, низкая, соответственно, немцы 25 числа вновь перекрывают коридор и начинают по частям добивать оставшихся. Сигнал получили не все, соответственно, грубили, что у меня толпа 60 тысяч человек ломанулась. На восток поняли не все, только многие поняли, потому что опустили прежние места там, нахождения, дислокации там, того же штаба. Приходят на место штаба, куда-нибудь ездят или остатки ездят, там нет никого. Лежат печатные машинки, лежат там документы, ящики железные, называемые сейфы, как в принципе называют штабные сейфы. Горы там пепла сжигали, когда там амуниция всякая, трихомудия, биты, рации и прочее, прочее. А людей нет, комдивных нет, начальников штабов нет. Ну, пошли куда-то, скажем так. Многие просто не знали о том, что состоялся прорыв. Дивизии, две дивизии, которые прикрывали с запада, здесь будет точно три, 92-я с севера, 327-я, с запада и 19-я гвардейская запада. Значит, комдив 327-й, генерал-майор, он получил уже на служение и его звание, был полковником, Монтифеев, попал в плен, здесь, а комдив 19-й гвардейской северной дивизии, Буланов, попал в Буланов, пропал бизнес. Но когда вечером придем на мемориал, вы увидите на посадинке солдата и все народа. Ну, если не стоит, то есть официант. До чего все у нас происходит иногда некрасиво и неправильно, или наоборот красиво и правильно. И все это сопутствует вместе. Я вот сколько живу, столько диву даюсь. Это точная копия, полный рост, скульптура народного художника СССР Вячеслава Клыкова. Интересная личность, тот, кто орудил много чего, включая памятник Жукову у исторического музея в Москве. Он много чего сделал. Так вот, это полный рост. статуя комбрига 22-й строковой бригады полковника Пугачева. Если кому-то эта фамилия напоминает только Емельяна Пугачева, то я добавлю к этому напоминанию то, что был еще такой сенатор в свое время и глава МТМ-банка Сергей Пугачев, который мы не находимся в бригаде, в Англии, пока не возвращайтесь. Наши против тела давно ведутся Пугачева. Это он лично заказал Вячеславу Клыкову памятник полный рост своего деда и он пробил полное изменение генплана. Не знаю, оплатил ли он генплана, соответственно, перепланировку уже в строительном смысле и закатывание под те дорожки, под которыми вы будете гулять десятков могил бойцов, в том числе могил или могилы на которой ныне стоит этот памятник. Памятник солдатам традиционный обычный стандартный памятник, которых сотни по России солдат стоял почти года. Его свесли, его собрали, сделали площадь, в конце этой площади перед рядом балюстрадой именных плит как раз и поставили статую полковника Дебачева, деда, комбинатора Дебачева, в том числе и дегага. А в конце девяностых он был никем-нибудь советником президента России. Почему я говорю, что высокая и торжественная у нас рука об руку идет с гадкими и низкими так иногда что-то хрен разберешь. Где оно делится, где оно начинается, где оно заканчивается. Правильно поставлен памятник, без сомнения. Хорошие слова на нем написано, без сомнения. Но, бля, извините, прям на солдатах закатаблен под тротуаром. А полковник Пугачев где-то здесь и лежит, его так и не нашли. Пока так и не нашли. Ну, вот, точно так же, как начальник штаба 22-го полка, где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь, может быть, найдет. Масса людей здесь называют вот это болото, на нем, почему-то, очень много офицеров наняло. Не знаю, почему, ломанулись. Может быть, ломанулись здесь, ганцы закрыли, когда вечером 25-го. Отошли, пошли болотом, подумав, что там, может быть, оборона поживе будет. Очень большое количество офицеров именно вот здесь, на болоте наняло. Несколько печатей войсковой части наняли. По всему, то есть, получается, либо начальник штабов частей, либо сделок производитель, как минимум, те, которые непосредственно сделок производства. Понимаете, что ждать? где-то тут и полковник Пугачев, где-то тут полковник Буланов, где-то тут полковник Ларичин, комдив 12-й. Где-то тут несколько командиров полков, много, полков, полтора десятка. Соответственно, начальники штабов. Масса людей попала в плен. Значит, по немецкому отчету за Волховскую битву, Волховская битва у ганцев, по их аналогии, длилась 24-го декабря 41-го, с момента, когда они окончательно отошли за Волхов от Дигвина. По 30-е июня 42-го года. Значит, за Волховскую битву они считают, что они взяли в плен 34 754 человек. Предполагаю, что львиная доля из них в детали здесь. Понятно, что за полгода на огромном протяжении от Ладоги до Эльмень-озера понятно, что пленных наших могло быть много. Ну, десяток тысяч. Ну, наверное, тысяч 20 взятых примерно здесь. Около десяти тысяч раненых оставленных там, на том берегу, там дальше идет речка Глушица. Глушица идет возвышенность. Там был штаб армии, там стояли госпиталя. Значит, в отчете полковника Рогова по сообщению начальника центрального отдела армии, военврача первого ранга Баба Рыкина, родов его слова, привел по состоянию на 20 июня 42-го года. В госпиталях на той возрастности находилось около 10 тысяч ран. Да, часть людей в насилках там находились. Две насилины, остатки президента и люди. В частности, если не ошибаюсь, капитан, по-моему, по фамилии Гаврилов найден с медальоном, с роганом и с степешником. Значит, с дыркой в голове. В медальоне он сам себе написал «Статок гибели 25 июня 42-го года». И часть людей здесь в насилках видимо нетранспортабельных и безнадежных. Может быть, была добита. А многих остальных, ну не всех, конечно, но очень многих остальных, ганзы руками наших пленных, кто мог еще как-то ходить, выяснить. Знаете, что они потом делают? Они делали то же самое, что наши сделали у лесного бора там, на улице, на жилетке. Они подкатили больше десятков трудовиков с колбасой, с маслом, с салом, с хлебом. Командирам давали сильный поезд. И всякий из них делился. Ганзы наблюдали за тем. Это пленные потом заставили. А протоколы опросов этих пленных, сбежавших из местного плена осенью 42-го года и дошедших до наших частей есть в фонде разведотдела 4-ой армии. Основывается на документах. они уже наблюдали, если командир не делился с подчиненкой, они рус-рус, давай мол, на всех. Помните, как в этом фильме «Судьба человека»? Всем поровну. Вот. То есть, они их около трех, некоторых, четырех суток подкармливали, а потом построили в колонны, чтобы они своим шагом. И соорудили кому носилки, кому палки. И, соответственно, понесли их, выводили в сторону деревни Тенная Кересь и потом на чудо. Там тоже подкармливали. Те, кто был поздоровее и физически посильнее, их определяли в полевые лагеря военнопленных. Для чего? В первую очередь для строительства дорог. Значит, никакой охраны у них не было вообще. В одну нитку, опять же, протокол, в одну нитку обнесенная территория, землянка для врача, врачу там кое-какие медикаменты давали, там не более, чем, наверное, аспирин, браспирин, упомянутый, а остальное я не помню, там еще какие-то лекарства наше и так далее. И, ну, как-то, ну, да, бедно, ну, там, какой-то помощь оказывали, бинты какие-то были, перевязки, все прочее. И вот наши, будучи полностью без охраны, жатвам им была один раз в день, жатвам худая, что говорить. Если после месяца голодухи, плюс такое моральное потрясение, как плен, плюс работать там на дорогах, на строительстве дорог, вот в таких болотистых местах или укреплениях, здоровье, естественно, не прибавится. Поэтому ну, или же учили довольно жалкое существование, но тем не менее некоторым это состояние существования позволило сбежать, перейти линию фронта и дойти живыми до наших и попасть в разведотдел и дать показания. а некоторые уходили знаете как на коротке это вот туда, то есть в расположении 59-й или 4-й армии, а некоторые уходили сбегая, уходили по делам немцев, хрен знает куда, и выходили аж южнее или менее озера в расположении Северо-Западного фронта. В частности, полковой комиссар Венец, это комиссар 59-й армии стрельковой бригады, он вышел аж там, как он проскочил кучу этих комендатур этапно-заградительных, как он эти заставы немецкие обошел. Значит, общие потери убитыми, пропавшими без вести, заболевшими и по другим причинам наших бойцов 52-й, 59-й армии, которые ломили, прорывали немецкую оборону навстречу 2-й ударной армии, заставили за месяц с 1-го по 30-й июня 98-й тысяч человек, убитыми около 30-ти тысяч человек, плюс около 10-ти тысяч набралось погибших в долине смерти около нее бойцов и командиров 2-й удар на армии. Соответственно, мы имеем примерно плюс-минус около 40-ка тысяч, которые, собственно говоря, и вынесены на мемориал Сбор, на около 42-х. Дело в том, что этот мемориал сборной туда привозили до недавних совершенно времен самых разных мест, не только из долины смерти, поэтому там 42 тысячи навезенных чуть ли не со всей округой. Сколько отсюда из долины смерти непосредственно мест, прилегающих к ней, сказать сложно, но я спрашивал старое, прежнее руководство, когда работали, они мне говорили где-то в районе 35-36 тысяч непосредственно отсюда принесены. И должен сказать, что подавляющее большинство поисковиков, тех тысяч поисковиков, которые здесь работали за 30 с лишним лет, думая о том, что они поднимают преданных страной, государством, вернее, окруженцев второй ударной армии, на самом деле ошибались. Почему? Потому что они поднимали как раз вот тех убиенных с внешней стороны кольца. Отсюда, конечно, тоже народ точили. Я вот здесь тоже в этих же местах работал в 80-90-м годах. Мы тоже думали поначалу, что да, окруженцы второе ударное, да, Власов есть и предатель, но это не предатели, они же погибли в детстве, в 300 дав в бою, не убоявшись, приняв пулю, кто пуля, кто осколок, то, что еще. Но оказалось, что большинство это как раз тех, кто их пытался выручить. И вот эту простую, простую, совершенно простую истину, опять же, официальные историки не разделяют. Во-первых, они не указывают общее количество, примерное количество, оценочное количество потерь в долине смерти. Второе, они не разделяют их на вот эти управляющие части, на тех, кто с внешней стороны кольца пытался пробиться как уроны, и на окруженца. А все как бы вот так, скупом, все как бы вот так, все армия притягивала. Но она возродилась. На базе остатков частей нового пополнения была возрождена новая вторая 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 футболка, которая вновь погибла в сентябре 42-го года. С тем же самым результатом, оставив после боев в своем составе всего лишь десятый пироги. Вот такие, ребята, пироги. Вот портоли, которые стояли 30 лет. Такое, благодарю вас за то, что вы нашли в себе силы собраться, оставить компанию и выжить. Так, ребята, я расходил, расходимся с него немножко с точки, Игорь Иванович, одну минуту. Играем в чем-то, расскажите им, чтобы он вас слушал. Я даже не знаю, что ей рассказать. Игорь Иванович, с таким тумачем вы... Плавь! 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 Великого! Да хоть ты не вздешь! Отсюда-то выносили труда, там все равно. Да, да. В воспоминаниях Кмирецкого есть такой факт, когда пришли известия о том, что военный совет второй ударный во главе с генералом Власовым выходит из окружения, то есть вся армия пришла в движение, когда первые вышедшие сказали о том, что да, да, все, да, пошли двумя колоннами, да. Вот, с северной колонны шел военный совет в середине колонны. когда поток иссяк, когда поняли, что опаньки, а что-то военного совета-то нет, что-то военный совет-то куда-то делся. И вот, значит, Мерецков описывает эту ситуацию, что он дал команду танкистам 7-й гвардейской танковой бригадой и своему адитанту, капитану Бороде, значит, сесть и на танках выучить военный совет 2-й дворной армии, где бы он ни был и что бы с ним ни было. У Станислава Гагарина, который описывал происходившие здесь события в своем художественном, подчеркну, романе, художественном романе «Мясной борд», эта ситуация описана следующим образом, что капитан Борода, прорывавшись сюда на 5-ти танках, которые дал ему Мерецков, значит, проехавши под скопища трупов, все и нет, 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 проехавши через по скопищу трупов, танк остановился в связи с тем, что 80-ти надо двигать там и дальше, подсеркнувся всего и которое было когда свои силами облеплогу и так они превратили в торзящую кирсанку. Они видят гонения, а кирсалка, 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 кирсалка. По материалам выковыривать человеческую рознь. Понятно, что ситуация может быть не сгущена, может быть она была такой, может не была такой, но то, что это могло быть, так и что, здесь ковров народ усеял территорию. Когда капитан Борода сюда прорвался, вместо которого указали вышедшие из окруженцев, они не слили никого. Все они собирались увидеть вместе, напоминающим вот это вот обрубленные, вот эти обрубленные остатки берез, что они собирались где-то найти, что табличку с местом, с указанием. Здесь капитана Бороду ждет военно-совет 2-й армии, ну а потом зайти , табличка с местом, мостомוע suропывал «Компьютем танков» «Сказание» «У general» «Мерезкова отрубит». «Доложил . «Мерезкова отрубит». «Доложил . «Мерезкова отрубит». «Доложил . «Мерезкова отрубит». «Екрутку сouvья в банку». «Сказание 1-15 к турнику». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь стояли машины со жракой и выползающие, ковыляющие, опирающиеся на палки, бросив в оружие люди, которые голодали месяц, наваливаются, как Андрей хотел бы сейчас навалиться на колодец с водой, в деревню Мясной Отбор, наваливаются на эту жраку и падает у нее сраженная сытость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будьте все здоровы, живите долго, счастливо, круто и целеустремленно. Мы это сделали, у нас все получилось. Ура! 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 Игорь, вам спасибо. Ура! Да не за что. В жизни бы не выгодится. Не за что. Это так. Ну, как раз, это... Маршрут тяжелый для людей. Слово руководителя здесь важно. Маршрут тяжелый для людей, не втянутых пока. Ну, мы-то уже втянулись, мы-то уже 113, 117, 118 здесь апреля. Мы-то уже втянулись, вам не втянутым, конечно, тяжело. Молодцы, что прошли, сдужили, не расклеились, дождались воды, сбавились чуть-чуть отсюда. Да? Я надеюсь, да. Ну, все, пошли к мемориалу, там немного, если еще есть силы слушать, расскажу. А дальше по машинам.